Елизавета Белоус еще в 10-м классе поставила себе цель получить наивысший результат на едином госэкзамене. Подготовка занимала практически все время. Помогали учителя, репетиторы. Параллельно Лиза брала уроки в онлайн-школе. В итоге 100 баллов по русскому языку и истории. Подготовка шла по-разному. Бывали и взлеты, когда казалось, что ты сможешь все. Хотелось сделать больше, чем задумано. Были и падения. Когда вообще не было уверенности в том, что что-то получится. Но я знала одно – нужно делать. У меня была цель. Я ее достигла. Классный руководитель Лизы Елизавета Зудина отмечает целеустремленность и трудоспособность своей ученицы. Много работала над этим. Работала в школе, работала вне школы. То есть это системная долгая работа, которая привела к результатам. Лиза признается, что за годы обучения школа стала для нее вторым домом, где она училась дружить, общаться, работать в команде. Что каждое мероприятие по-своему особенное. Это и наш Новый год, когда все было задействовано на подготовку. И наш выпускной бал, последний звонок. Поэтому все по-своему интересно. Елизавета была старостой. И ее одноклассники рассказывают, что к ней всегда можно было обратиться за помощью и советом. Она сразу стала лидером класса. Сразу показала свой характер. Было видно, что она лидер. Ну, она всегда была умной. Всегда преуспевала на всех уроках. Всегда была отличницей. Помимо школы занималась в театральном и в художественном кружках. Участвовала в конкурсе чтецов и с будущей профессией уже определилась. Ну, из моей любви к английскому истории сформировался и выбор профессии переводчика. Для меня это шанс путешествовать, общаться с людьми из разных этнических и языковых групп. Поступать собираюсь в лингвистический университет Москвы. Лиза уверена, что никакого рецепта успешной сдачи экзамена нет ни одного стобальника. Все, что нужно, просто уделять как можно больше времени подготовке. Секретов нет. Просто любите те предметы, которые вы сдаете. Не забывайте отдыхать, потому что если вы будете перегружены, то у вас просто не получится достигнуть цели. Вы просто не будете усваивать информацию. Правильно оцените свои силы, выберите правильный план подготовки. Если не уверены, что справитесь сами, найдите репетитора или онлайн-школу. И главное, подчеркивает Елизавета Белоуса, не бояться ставить перед собой высокие цели и верить, что все получится на 100%. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Витнет-ТВ.